Приветствую, мои дорогие подписчики! Вы на канале Поцелуй Вселенной и с вами Таролог Мирослава. Сегодня я предлагаю вашему вниманию довольно интересный расклад, который называется «Что значит мой сон?». Если у вас в недавнем времени был какой-либо странный сон, который вызывает у вас загадку, смутные какие-то ощущения, какое-то предчувствие вас не оставляет, то вы можете посмотреть ситуацию, промониторить с помощью расклада, выбрав свой вариант по числу ракушек, лежащих на столе. Выбирайте, пожалуйста, свою ракушку, которая вам улыбнется. Вспомните свой сон, о чем он был именно. И давайте смотреть, что это для вас было. Может быть, сон предупреждения или же сон, предвещающий какую-то радость. Вот что-то по-разному может, конечно, проиграться, но вот будем вместе смотреть с вами. Итак, по первому варианту, что за сон был, что он означал. По второму варианту, о чем говорит сон. И по третьему варианту, о чем сон. Так, по первому варианту. Луна, старший аркан. Очень интересный сон. Не зря вы смотрите этот расклад. Тут у многих может проиграться как сон предостережение, предупреждение о том, чтобы вы тщательно прислушивались к своей интуиции и не шли наперекор своему сердцу. То есть не принимали решения, особенно жизненно важные, с помощью логического ума, каких-то умозаключений. Если сердце и разум не в ладу, то выбирайте сердце, конечно. У многих здесь, к сожалению, проиграется возможный обман, какое-то мошенничество, даже вплоть до предательства и измены. Потому что Луна у нас переменчива. Это ночное светило, которое обычно несет какие-то переживания. И вообще в глубоком смысле связано с нашим подсознанием. Луна это и есть подсознание. Кому-то этот сон рекомендует обратить на себя как на женщину. То есть восстановиться как женщина, свои женские энергии восполнить. Возможно, здесь кто-то как загнанная лошадка, грубо говоря, нуждается в поливе цветок. И здесь, конечно, такой момент может преград. А для кого-то этот сон может означать, как знак вам идет, что нужно обратить внимание на маму, на родственников, потому что у них, возможно, не все в порядке. Позвоните им, поинтересуйтесь. Кому-то, возможно, нужна помощь по этой карте. Вот такой у нас первый сон. По второму варианту, что тут у нас смотрим? Рыцарь жезлов. Ну, рыцарь жезлов у нас предрекает, с одной стороны, может предрекать очень интересную поездку, путешествие куда-то незапланированное, спонтанное, возможно. Скорее по деловому вопросу. Незапланированная командировка внезапная, нежданная, негаданная. А для кого-то знакомство с новым интересным юношей или человеком. Ну, скорее всего, если меня женщина смотрит, это будет мужского пола. Но если меня смотрит мужчина, возможно, с каким-то интересным другом, партнером знакомства, который, в общем-то, стоит вашего внимания, хотя он и не идеален, потому что по рыцарю жезлов человек довольно импульсивен, горяч. Хоть он и харизматичен, но он склонен к необдуманным решениям, и может сгоряча что-то, ну, нарубить дров. Вот. Либо новое знакомство, как я уже сказала, либо неожиданная, неспланированная поездка, которая увенчается для вас успехом. Либо же, что тут еще может быть? Приезд гостей. Да, приезд гостей, родственников, визит нежданный, негаданный, тоже у многих здесь проиграется. Но сонт определенно несет положительную энергетику. То есть вам волноваться совершенно не стоит. Позитивный прогноз для вас, в отличие от первого варианта, который все-таки немного доставляет задуматься о жизни, что-то пересмотреть. Возможно, в ней по второму варианту. Сон несет благоприятное в жизнь, добрая, поэтому не стоит волноваться, все хорошо. И по третьему варианту. Восьмерка жезлов. Ой, ну тут какая-то неожиданная радость будет. В скором событии известие, либо же денежный перевод моментальный, мгновенный. Потому что карта интернета часто означает восьмерка жезлов. Что-то вот хорошее очень будет в вашей жизни, приятное. Кто-то узнает радостное известие о беременности, кого-то на свадьбу пригласят, а кому-то вообще предложат выйти замуж. Потому что по восьмерке жезлов частенько и такое может быть. Предложение руки и сердца. Да, мои хорошие. То есть тут тоже сон в руку, сон в радость, сон в счастье идет. Ну вот такие у нас получились расклады. Благодарю вас за внимание. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Целую вас. Пока-пока. Пока-пока.